У вас рак. Такой страшный диагноз в России ежегодно ставят полумиллионы пациентов. Бледность кожных покровов, резкая потеря веса, слабость головокружения, тошнота. Все это указывает, что человеку стоит присмотреться к своему здоровью и в срочном порядке посетить врача. Задача которого на самых ранних стадиях разглядеть в анамнезе больного грозные признаки зарождающейся онкологии. Вопросом диагностики рака и была посвящена 9-я Евразийская медицинская конференция, которая прошла в Карачаво-Черкесии в рамках недели ранней диагностики рака. В однодневном семинаре по онкологии для врачей неонкологических специальностей будем обсуждать несколько ключевых вопросов профилактики, ранней диагностики и важность взаимодействия всего медицинского сообщества с онкологическими учреждениями, с онкологами в целом. Потому что, как вы знаете, очень много растет выявляемость онкологических заболеваний, а качественно можем выявить рак в принципе, только если первичное звено – это врачи-неонкологи, это терапевты, лор-врачи, акушеры-гинекологи, врачи других неонкологических специальностей, они должны вовремя распознать, заподозрить и направить уже потенциального онкологического пациента к онкологу. Это взаимодействие как раз во всем мире – это большая проблема. Как вы видите, мы уже девятый раз структурированные семинары проводим. И сегодня собрались уже в зале врачи неонкологических учреждений, то есть общей лечебной сети, с которыми мы будем сегодня общаться. Приехали ведущие онкологи России из разных стран, в числе которых Татьяна Тихонна Кондратьева – это онкоцитолог, который у нас возглавляет программу онкопатологии, профессор Ничушкина Валентина Михайловна – онкогинеколог. Она не только будет выступать, будет завтра большую операцию онкогинекологическую выполнять. И, соответственно, мы этим семинаром хотим достичь большего взаимодействия онкологов с остальным медицинским сообществом. Я уже тут второй раз. Мы на этапе подготовки сюда приезжали с представителями принимающей стороны, то есть и самого онкодиспансера, с главным врачом Зубером Маховым, и представителями Алашара. Это местная некоммерческая организация во главе с Мусей Экзековым и Мадина Экзекова, которая за медицину отвечает. С ней мы вместе все это осматривали. Я должен сказать, что вашей республике повезло. К сожалению, очень много регионов Российской Федерации и постсоветского пространства такого только мечтать могут. И если взять те регионы того же абазина абхазского населения, где живут, ну той же Абхазии, да, мы там тоже подобное проводили уже не один раз. И там с помощью России создан неплохой онкологический центр, но сравнить нельзя. Уровень, вот здесь созданы очень, то есть хороший фундамент для большого полета. Я бы так назвал, вот очень коротко, я могу в деталях много говорить, да. И, на самом деле, очень приятно, что в такой республике имеется такой современный онкологический диспансер. Для Карачао-Черкесии проведение недельной ранней диагностики онкологии для всех наших специалистов – это большое подспорье в этой работе. На сегодняшний день мы входим в число субъектов, где ранняя диагностика относительно на неплохом уровне. Но есть к чему стремиться. И вот сегодняшние конференции, и такие у нас конференции будут еще, это не первая, и я более чем уверен, это не последняя конференция. Они нам позволят подготовить наших врачей в первичном звене для ранней диагностики онкологических заболеваний. А это на сегодняшний день приводит к улучшению качества жизни, к увеличению продолжительности жизни, к полному излечению наших пациентов от данного заболевания. Я очень благодарен нашим коллегам, нашим друзьям, которые вот сегодня приехали. Это ведущие специалисты российских вузов. Вы, как видите, это конференция с международным участием. Я им очень благодарен за то, что они не безразличны к онкологической службе Карачаева-Черкесии. И на сегодняшний день мы уже, это наши друзья, и я думаю, это будет на уже плановой основе, постоянные такие приезды. Это не только обучение, но в течение недели они будут принимать пациентов, показывать врачам, как правильно вести прием, как правильно диагностировать, какие нужны методы обследования, какие нужны стандарты обследования для того, чтобы выявлять данное заболевание на ранних стадиях. И я еще раз хочу поблагодарить и пожелать успешной работы всем нам.